привет олег тяночка донатит я тяночка с барах с барахолки худенькая с точеным подбородком черное каре почему ты не подошел ко мне познакомиться сейчас бы сидели у тебя на диване и слушали поезда да было бы хорошо надо было к тебе подойти жалко что не подошел какая что была хорошая сфуальная красивая сочная приятно очень-очень жаль не хочу донатить они надо доводить меня было я спокойно смотрел кино пока меня не довели ничего мне вину применять чё это гейский фильм то не смотрели чё это меня доводили то я гейский фильм хотел смотреть мне он никак не парил не мешал меня сидел спокойно смотрел бы мы вы понимаете чему вообще делаем мы берем кусок человеческого кала и дальше бы посмотрел бы прекрасно вы посмотрел и получил бы удовольствие но нет же нам не нравится гейский фильм аху ты его включил чё-то рулетку не перекрутил блять давай перекручиваем мы не будем смотреть гейский фильм это пропаганда лгбт блин кто это говорил александр тимотин был между прочим один из тех товарищей которые это говорит еще и я себе сидел себе спокойно фильм смотрел гейский платья было очень чат выключить на путь смотреть прекрасно сегейский фильм никто не приходил не подходи к дверям стой где стоишь вот так вот хочешь чтоб меня в психбольницу отвезли а меня отвезут что что там главный герой гей что от этого она гейским стала там нет никакой пропаганды обычный нормальный фильм был может он больно главный герой гей и что мы много мы сколько фильмов говеных блин в рулетке смотреть целую кучу просто миллион говна посмотрели а теле мертвецы чу хороший фильм был что ли лучше чем этот гейский уж теле мертвецы то похуже были ничто мы их смотрели да я со всеми общаюсь я со всеми общаюсь я сейчас играю в ластуху успокоить они для того чтобы не играть ну еще я еще назвал этот стрима игра last of us что я этот стрим назвал для тех кто не спит давно и играю исключительно для общения и для того чтобы не нервы успокоить своим потому что эта игра на меня действует как успокоить господи почти пришли почти пришли малыш у каждого своя игра перстерем для успокоения меня на приемах это беги к шоссе что беги спасай сару я догоню что тебя там жива на него либо да в ядерный тот бит надо успокоить если я поиграл бы еще раз у этого еще и сегодня играл червяка джима вот все окончательно меня добила чем тебе виталик не устраивает это шикарный блогер профессионал своего дела уж какой у него компьютер так это вообще ностальгатор это фейковый тимотин сейчас пишет или настоящий про поводу люблю тебя уже что-то какая-то гейская херня пошла в россии он настоящий чем не говорит что он меня любит гейская какая-то тема тимотин горишься меня любит значит больше людей бежит один мужчина другому это говорит это странно тимотин такого лучше не пиши это неправильно пойму документы пожалуйста еще там жирный засел я сегодня тоху лопиного как будто видят на улице я к ним подхожу говорит тоха жирный ты что ли он горит у меня с кем-то перепутаны ладно я шучу не я реально видел как будто антоша ловлиного сегодня я еще он идет я прям на него смотрю вот прям глаза и он тоже на меня обратил внимание один в один практически он но пешком ушел я поэтому сразу понял что это не он потому что чего бы антоша бы пошел пешком не может ходить своими ногами когда можем на машине чилить как сайт да еще и в моем районе приехал в питер ходил бы по туристическим местам они по захолустью где когда будет playstation 7 пройдет 15 лет на хрен когда пройдет 15 лет я уже буду ебучий старик ну не ебучий старик может мне и нормально будет чем возраста не такой уж и большой может я буду в хорошем состоянии кто знает я же не могу знать чем не будет через 15 лет буду я ебучим стариком и не буду нормальным чуваком достаточно бодреньким но так или иначе мое мировоззрение может кардинально измениться через 15 лет и может через 15 лет мне вообще приставки на хрен не нужны будут в тагиле я поролся с алкашом сашкой а в питере меня шевелит настальгатор милашка ты уходя с завода обещал много роли а ну посмотри сколько роликов вышло после того как я ушел за он целая куча не за пол своей зарплаты тратить захотел чтобы его жена нигде не работал ну вот она не будет нигде работать все это твой выбор олег нам было бы хорошо если бы ты завел семью и это помогло бы убрать тебя из ютуба но твоя участь умереть в одиночестве с правой рукой теребящей пестрончика у меня тогда смотришь меня есть тебе не нравится мой youtube мне заказали игру я сидел и играл игру пока вот этой духоты нету в донатах хочу к тому кто заказывает игру нравится вот эти вот день хейтерские донаты что ли или что но у гопника нету этих хейтерских донатов нету при модерации у стримерш некоторых которых я лично знаю нету при модерации доната сравниваешь себя с нормальными людьми ты ноешь то че да это еще кто то так они то не ноют мои а и мы не пишут вот такие донаты потому что вот они не но хорошо начните блять проведите тестовый стрим блять со стримерами известными которые не ноют и вот делайте ровно то же самое что у меня посмотрите их реакцию а как-то кулхарду присылать ксеносак говорит что кулхарду незачем предъявлять зачем кулхарду присылают такие донаты если мне еще предъявлять а кулхарду нет он же святой человек а я нет все говорит о том что все что ты делаешь это полное говно пора валить с ютуба собираешь только донаты и сидишь такой себе довольны негативишь и все у тебя виноваты только не тостит токсичный а я-то причем тут токсичный может не надо мне херню бесконечную писать можешь не надо доводить меня и может тогда и не будут токсичны может тогда я не буду жаловаться каждый раз я никого не байчу на гей тематику ксеносак хватит уже про байт на гей тематику хватит уже вот этой вот чуши писать мне ничего я не байчу никогда появились гей донаты я вообще никого не байтил на них надо забить на хейтеров жить свое удовольствие у людей всегда зависть была и будет то что у другие к чему-то стремятся есть цели я поддерживаю олега надо стремиться к лучшему двигаться вперед спасибо ксеносак как ты не понимаешь эти уже объяснял по поводу этой премодерации хорошо у гопника нет премодерации вот тебе пример у других стримеров тоже нет премодерации где гей донаты олег ты своей жалкой личностью собрал вокруг себя много хейтеров мы от тебя никуда не уйдем мы успокоимся когда тебя выдадим с ютуба мы в чате мы в донатах может быть и дальше пойдем круг поисков неужели выбешивает просто тебя по три тройки с прожить три тройки сделать безысходностью мне уже наплевать на все потому что я уже понял что без разницы что я делаю на ютубе уже есть у меня байт нет у меня байт на что-то без разницы у меня хоть есть премодерация хоть нету этой премодерации вы начали писать чудо будет точную всех уничтожить зашел на один стрим плачет прочее дэна 2 психовал мил сейчас опять чеда 5 0 а зачем тогда волчуху то шевелишься не пойму тогда я не знаю потому что меня все доводят вот почему петушиный донат осторожно посмотреть что задано спасибо я его сделал для развлечения этот донат мне уже потому что все равно на самом деле уже какие донаты присылают я уже отчаялся капитально этом ю тубе есть кто-ка у меня была возможность сделать бы канал другой бы без моей личности я бы это сделал уже завтра этот канал я бы закрыл скорее всего да мне нравится все что я делаю мне нравится увлечение но вот кираю нервы мои дороже просто вот и все оледжи ты чего разнылся будь мужиком тебе люди просто так бабки закидывают а ты то ли актер то ли реально не втыкаешь давай позитивнее держи свой стиль спасибо я хочу держать у меня это уничтожает морально мне нахрена на завод то возвращаться я вот это не могу пойти почему уютный подвальчик ему не надо возвращаться на завод он молодец пусть дальше сидит себе на ю тубе гейминг за 30 тоже не надо на завод возвращаться никому не надо на завод вы же а я должен возвращаться на завод вот ксеносак почему геймингу за 30 не надо на завод эти а мне надо на завод вот ты как разумист человек который все может объяснить вот эту логику можешь объяснить почему геймингу за 30 конкретно не нужно на завод эти хотя он не снимает ролики про кинотеатры про оледы и про все что ты там любишь и все что ты для меня там просишь снимать я снимаю он снимает просто распаковки картриджей от подписчиков но ему не надо на завод а мне надо на завод вот объясни мне ксеносак вот эту логику прекрасную кафе на силой спасибо вот в чем логика давай мне разумную базу зай ты же мне сам говорил что в тагиле у тебя было погоняло не кермана карман типа ты все прятал в свой карман и любил туда лазить типа воровской карман по пастуху чего вы взяли что в заводах зарплаты высуну я тоже не знаю чего они взяли но не а у них знаешь информация больше чем у меня я на этом заводе нет 15 проработал блины пяти разных цехах не знаю какие там зарплаты у кого они там не работали ни дня но зато знают больше меня какие там зарплаты ты говорил что своя хата это дичь и лучше жить снимаю теперь захотел купить х когда это пионки ксеносага спроси как я три года назад что я говорил по поводу съемного жилья можно конечно жить это опять же вопрос денег стоит жить снимая всю жизнь вопрос того что ты хочешь вот если у тебя зарплата например 300 500 до ну блин снимай вон там хорошую квартиру себе живи кайфует нафиг тебе свою покупать можно жить и не и всегда на съемные вообще не париться да вы чё блять не это хуета тоже не нравится несбалансированная игра мне не аптечек нере не чек-поинтов нихуя не дается уровень с ужаса нет чё хохотать меня еще ёбнутый что люблю час задрачивать буду сидеть там блять идеально пройти я пришел покайфовать сидеть блять а тут непонятно так вот игра про рэмбо как раз уже фраза джон рэмбо вышел на охоту она как раз очень актуально давайте посмотрим да ёпта же вашего мать самого начала непонятные буквы чего вам надо от меня хера узнает полковник тумбе хочет поговорить с вами ничего дальше поговорить ну хочешь по договорить чем я сука сделать чтоб он поговорил со мной очень ебануто еще какой код миссии и бушу ли как его набирать блять на вашем для трехкнопочном джойстики ебучим да иди ты нахуй грабли ну чё вы будете смотреть хорошего не канал хороший александр я говорю очень хороший канал очень хорошая подача материала заряжает позитивным настроем